Уговоры не подействовали. Президент Польши намерен подписать скандальный закон об институте национальной памяти, несмотря на критику стран-партнеров. Почему, выясняла Татьяна Лугунова. Вета не будет. Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон об институте национальной памяти. Тот самый, который на прошлой неделе одобрил сенат страны и резко раскритиковали Украина, Израиль и США. Подписание закона Дуда проанонсировал в специальном обращении и объяснил, почему он решил не витировать скандальный документ. Это мое решение. С одной стороны, оно защищает польские интересы, наше достоинство, историческую правду. А с другой, учитывает чувства людей, для которых важны вопросы исторической памяти, памяти о Холокосте и прежде всего тех людей, которые выжили и должны рассказывать миру о том, что им пришлось пережить. Закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков и публичное заявление о причастности поляков к массовому уничтожению евреев. Например, за употребление формулировки «польский лагерь смерти» вместо «нацистский» или «немецкий». Наказание от штрафа до трех лет тюрьмы. После подписания закон будет направлен на экспертизу в Конституционный суд. В то же время, поскольку это очень чувствительная тема, которая вызывает возражения, опасения по поводу возможности говорить правду, страх, что голоса тех, кто пережил Вторую мировую, будут приглушены, я решил направить документ в Конституционный суд, чтобы он проверил, соответствует ли его положение Конституции. На то, что Конституционный суд внесет изменения в закон, надеется Израиль, об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны. Ранее Израиль и США назвали документ попыткой оспорить историческую правду, которая может подорвать свободу слова и академический дискурс. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. И на подписание скандального закона отреагировали в посольстве Украины в Польше. На своей странице в Твиттере депведомство сообщило, что позиция, высказанная первыми лицами украинского государства, остается без изменений. Теперь слово за Конституционным судом Польши, на рассмотрение которого направят скандальный закон. Решение суда, а также дальнейший диалог между странами, по мнению дипломатов, поможет перевернуть страницу и идти вперед.